Первый отрезок нашего путешествия – дорога из Болгарии на греческую границу. Это наш маршрут синий. Можно проехать короче по зеленому маршруту. Но около города Смолян очень красивые места, и мы решили там проехать. Обсуждаем наш маршрут. Дороги в Болгарии очень спокойные. Через 90 километров остановлюсь на Фитстопе попить кофе около города Шума. Для того, чтобы проехать Болгарию с севера на юг, нужно обязательно пересечь горный хребет. Для этого в горах проложили дороги, которые называются проход. Мы поедем через Рижский проход. Сообщаю актуальную информацию. Нам нужно проехать от Варвы до Смоляна 462 километра. Это 5 часов 52 минуты по картам Google. И из Смоляна до Маказы еще 101 километр. 1 час 55 минут. На горах много источников чистой питьевой воды. Часто они носят именно тех, кто их открыл обусток. Забыла сказать, что в городе Смолян у нас предусмотрен отель. Там мы будем ночевать. Неожиданно попали на ремонт дорог. Перед выездом на магистраль Тракия. У Константина не увидела. Проехали заправку. Цены в Болгарии на дизель самые низкие в Европе. Так что если едете в Грецию, заправляйтесь в Болгарии. Небольшой участок дороги по магистрали Тракия. А дальше опять поворачиваем в горы. Перекусили на заправке перед трудной горной дорогой. Вечереет. А основная часть горного маршрота у нас еще впереди. Это город Осиновград, который мы проезжаем. Здесь компактно проживает мусульманское население Болгарии. Либо турки, либо болгары, которые приняли мусульманство. Качество съемки резко ухудшилось. Но красота вокруг неописуемая. Приходится снимать в полутемной обстановке. Мы прекрасно знаем, что кто рано встает, тому Бог дает. Но мы встаем всегда позже. И сегодня мы за это поплатимся. Обязательно. Вот пошли тоннели уже довольно-таки темные. Вот прекрасная речка. Последняя наша остановка перед концом съемки. На перевале, куда мы направляемся, начался дождь. Потом все стемнело так, что не было видно низги, туман, идет дождь. В общем, натерпелись мы, конечно, по полной. И в гостиницу мы уже приехали усталые совершенно. Поэтому гостиницу я буду снимать только утром. Ну а сегодня вот эти последние кадры в горах. Пока еще солнце не село. Но это вопрос уже нескольких минут. Утром нас разбудил колокольный перезвон и звонкое пение птиц. День Святого Георгия. Большой праздник в Болгарии. Отель понравился национальным колоритом, деревянным интерьером. Все сделано основательно и с любовью. В отеле тихо и спокойно. В номере уютно. Прикольный колокольчик. По кому звонит колокольчик? Он звонит по тебе. А как часто вы видите в отеле белье с вышивкой? Здесь есть. Внизу находится ресторан. Где нас накормили вкусным завтраком. Город очень уютный. Со всех сторон окружен горами. Радопы очень живописные горы. Рядом находится горнолыжный курорт Пампара. В горах очень много природных красот. Я хотела посмотреть в Ямольский мост. Но нам предстояла дорога на границу 100 км по горам, по серпантину. Поэтому мы решили отложить осмотр достопримечательностей до лучших времен. И поехать прямо в Грецию. По Греции нам еще предстоит проехать 400 км. Так как отель мы забронировали на бережке полихорня. Погода нас тоже не порадовала. Тучки явно предвещали скорый дождик. Поэтому это очень даже кстати, что мы решили двинуться прямо сейчас в горы. Информация для водителей. На этой дороге вы не встретите заправок. Поэтому заправляйте заранее. Мы не заправились заранее около городов. И приехали на границу с пустым баком. Начался дождь. Дорога стала такая яркая, чистая. Очень красивая. По дороге мы увидели очень красивое место с источником. И остановились пофотографировать. И попить водички. Внизу горная речка протекает. А через дорогу вот этот самый источник. Его построил для людей Шакир Дрянков. Едем дальше по красивой горной дороге. И вокруг нас только горы, горы и горы. Погода ухудшается. Начинается дождь. Вот это город Золотоград, который встретился нам на пути. Но выйти из машины уже не хотелось. Лил сильный дождь. В мае погода в Болгарии часто дестабильная. И поэтому дождь совсем у нее редкость в этих местах. Полосы дождя прошли быстро. И уже где-то виднеется синее небо. Это так радует. В Болгарии и Греции две соседки. Одна красивая, но бедная. А другая успешная и красивая. Вступление Болгарии в Евросоюз явно пошло ей на пользу. И стерла эту резкую грань между Болгарией и Грецией. А вот и граница. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.